Как сообщила пресс-служба Департамента ГАИ МВД Украины, Дорожно-коммунальные организации Украины практически не готовы к работе в зимний период. В ходе пресс-конференции, проходившей в Донецке, представители разных ведомств рассказали о подготовке автодорог к зимнему периоду в нашем регионе. Реконструкция, ремонт и содержание дорог является прерогативой службы автодорог Донецкой области. Как заявил Сергей Приходько, заместитель начальника этой службы, их подразделениями проделана большая работа. В Шахтерском районе в этом году было уложено более 60 километров асфальтового покрытия. Также обновлено асфальтобетонное покрытие дорог в Александровском и Славянском районах. Однако из-за недостаточного финансирования на многих участках проводился так называемый ямочный ремонт, который по-прежнему вызывает нарекания со стороны пользователей. Состоянию дорог государственного значения, протяженность которых в Донецкой области на сегодня составляет почти 1900 километров, уделяется первоочередное внимание. Эти дороги связывают у нас районные центры, между областными городами, как и по Украине, и транспорт, который движется у нас, то есть это большой грузный транспорт, он идет в основном по дорогам государственного оснащения. И приоритет мы отдаем государственным дорогам. В обязанности госавтоинспекции входит контролирование результатов работ по поддержанию в должном состоянии автодорог их владельцами. Виктор Боченков, начальник отдела организации дорожного движения управления ГАИ в Донецкой области, рассказал о контрольной проверке, которая выявила серьезные проблемы не только в некоторых подразделениях облавтодора, но и в городах, где обслуживанием уличной дорожной сети занимаются коммунальные предприятия, с которыми местные органы власти заключают договоры. Заключаются договора с теми организациями и предприятиями, где одна машина и два человека с лопатами. И надеются руководители местных органов власти таким макаром выйти зиму с гордо поднятой головой. Так не получится, все равно будут проблемы. У нас в Горловке департамент УЖКХ на сегодняшний день заготовил 0% горюче-смазочных посыпочных, 0% дорожная техника на 90% исправно. Но опять же, если не будет ГСМ, то эта вся исправная дорожная техника будет стоять под забором. Вызывают серьезные озабоченности результаты проверки техсостояния снегоуборочных машин и погрузчиков, наличие запаса горюче-смазочных материалов и песчано-соляных смесей в целом ряде городов. Ировская, Харциз, Красноармейск, Квалноваха, Маринка, Инатьево, Докучаевск, Красный Лиман. Вот тут самое худшее положение и что самое обидное, что времени уже не осталось. По той информации, которая у нас есть, Донецк готов. Пусть там 80 с копееками, но лучше всех. Также в области проводятся работы по подготовке оперативной ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций, о чем доложил собравшимся Вадим Капустин, начальник отдела инженерно-технических мероприятий и оповещения Управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций в осенне-зимний период. Более 15 тысяч человек в городах и районах готовы, это не только наши, это местных органов власти, готовы к работе в осенне-зимний период. 414 единиц техники, инженерной техники в городах и районах готовы к этому, к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подразделение, главное управление готовы развернуть соответствующие пункты обогрева в таких местах. В прошлом году зимние сюрпризы выпали на долю северных районов области, вследствие чего образовались огромные заторы в Лисичанском направлении. Торосы, возникавшие на Азовском море, создавали проблемы на дорогах юга области. Капризы предстоящей зимы сложно предугадать, но, например, во избежание переметов, постоянно возникающих на Мариупольской трассе, уже приняты соответствующие меры. В этом году у нас при плане 25 километров снегозащитных щитов, мы надеемся установить, вот в середине ноября месяца уже щиты будут стоять. То есть на тех участках дорог, где мы запланировали самоболе, у нас идет перенос снег. Водителям необходимо помнить и о том, что от них самих в немалой степени зависит, удастся ли избежать проблем на зимней трассе. Стоит позаботиться о своевременной подготовке автомобиля к зимним условиям. А если кто-то попадет в беду, то за помощью следует обращаться по одному из номеров, который следует занести в память мобильного телефона. Диспетчерская служба этого облафтодора – это 304-91-86, 332-89-19 и ответственный дежурный, который у нас в осенне-зимний период, это из работников ЭТР назначается, мобильный телефон 050-477-01-37. По этим номерам можно звонить в любое время суток, в любое время года. Ни жезла, ни гвоздя желают водителям Наталья Волушина, Павел Нырков, Первый муниципальный.